Казань третья туристическая столица России, но если вы спросите кого-нибудь зачем ехать в Казань, то никакой конкретики не дождетесь. Там классно, уютно, много всего, красиво, но все едут потому что друзья посоветовали, а потом съездившие тоже советуют друзьям и тоже делают неопределенные жесты руками. Как и всегда в наших отчетах разведки выпуск ведут местные жители, то есть рассказывают совсем даже не туристы. Вот так выглядит республика Татарстан. Казань вот здесь, на Волге. Второй крупный город региона набережной Челны, где завод КАМАЗ, а вот тут вот первый город построенный с нуля после СССР, Иннополис, он по дороге к Свияжску, старинному городу-острову. Один день у вас уйдет на то, чтобы доехать до Иннополиса, попялиться на ползающих по городу роботов, а потом прогуляться по паре музеев Свияжска, например, знаменитому археологическому музею дерева. На Казань нужно минимум пару дней, а лучше больше. Стоит прогуляться по пешеходной улице Баумана и походить по красивому Кремлю, потом зайти в Татарскую Слободу за сладостями и историями, а ночью выйти на озеро Кабан. Еще один день уйдет на музеи, которых тут просто море, начиная от Большого музея Республики Татарстан около Кремля, красивого особняка Ушковой и заканчивая музеями социалистического быта и самогона. Везде по городу вам будут попадаться самолеты. Это потому что Казань – город авиаторов. Мы заглянем к самому главному самолету Ту-144, сходим в татарскую этнодеревню, посмотрим кукольный театр, заглянем в новую библиотеку, заглянем в аквапарк и прогуляемся по ночному городу. Конечно же во время всех прогулок по городу нужно пробовать татарскую кухню. Мы узнаем у местных, где купить самый вкусный беляш, как правильно есть коня и попробуем хлеб с глазами. Ах да, и еще научимся выбирать правильный чак-чак. Дальше мы поедем в Кукмару, на родину валенков и посмотрим, как вот такой огромный носок становится маленьким теплым валенком. Там же рядом заглянем на производство металлической посуды и посмотрим на литейный цех с жидким алюминием. Конечно же заедем на завод КамАЗ на свадьбу, стыковку кузова и кабины. Посмотрим, как проверяют бензобаки и как вообще из кучи деталей появляется грузовик. Ну а дальше нас ждет подземелье под улицей Баумана, закрытая оранжерея, барахолка и много интересных мелочей, которые и создают впечатление от Казани. Если вам интересны маршруты и все подробности по другим городам, подписывайтесь на наш канал. Мы рассказываем, как взять от поездки все лучшее, а в Казани давайте начнем брать лучшее с центра города. Для начала у вас нет никаких шансов пропустить Кремль. Две главные такие историко-архитектурные доминанты нашей Казанской крепости. Это главная мечеть республики Татарстан, мечеть Кул-Шариф. Самая красивая и большая мечеть республики и нашего города. И Благовеченский собор, старейшая постройка Казани. Первый храм, возведенный после взятия Казани войсками Ивана Грозного в октябре 1552 года. В мечеть можно зайти, но помните, что по ковру нужно ходить без зубови. Хотя, если вы зайдете как турист, то у вас будет специальный отдельный балкончик. На момент постройки это самая большая мечеть Российской Федерации. Строили ее 10 лет, друзья, с 1995 по 2005 год. Теперь в Кремле одна мечеть, один православный храм. Ни те, ни другие друг дружки, они мешают. От Кремля до метро площадь Тукая проходит длинная пешеходная улица Баумана. Ее вы тоже не пропустите. Это самый центр города. Вокруг много ресторанов, кафе, магазинов и лавок с сувенирами. Все дома, которые нас здесь окружают, они раньше принадлежали купцам. И если мы видим два этажа по улице Баумана, то, скорее всего, мы должны у каждого здания предположить как минимум два этажа внизу. Огромные купеческие подвалы, купеческие склады, в которых хранились товары. И когда строили казанский метрополитен, наткнулись как раз на развернутую систему подвалов, соединяющихся между собой домов. И поэтому, когда в этом месте вы идете по улице Баумана, не думайте, что вы идете по твердой земле. На самом деле под вами порядка пяти метров пустоты. И вся улица держится буквально на бетонных сваях, на бетонных столбах. А вот такие беседки – это не что иное, как вентиляционные шахты Казанского подземного города. Эта подземная галерея, которая находится под улицей Баумана, была построена вместе с метро, метростроем. Здесь вентиляция осуществляется фонарями зенитными. Отопление сюда было не предусмотрено, воды, канализации, то есть не было в проекте. В 2019 году наш руководитель решил приобрести это помещение в собственность и организовать здесь пункты питания, так называемой гастрономической Казани. Если пойти дальше, то через минут 15 вы выйдете к татарской этнодеревне, точнее новоделу, около театра кукол. Национальный комплекс Туганова ЛМ находится в историческом центре города. И здесь своего рода стилизация с татарскими национальными домами, с национальным колоритом. Во все домики можно и нужно заходить. Давайте зайдем в мельницу. На первом этаже каждый из вас может познакомиться с костюмами эпохи Казанского ханства. На вторых и четвертых этажах у нас проходят ремесленные мастер-классы. Перед вами представлен костюм. Это стилизация Казанского ханства 15-16 века. Это костюм татарской царицы, последней татарской царицы Сиембике. Вот такой вот красивый камзул по-татарски. Вот это перевес называется хасите. С помощью этой перевеси девушки раньше показывали весь свой статус. Женское украшение, но оно служило и в других целях. Оно имеет специально отведенный кармашек красного-алого цвета. Он был сделан для того, чтобы там хранить молитву из священной книги мусульман Корана. Но само хасите весило иногда два, иногда три, иногда даже достигало четырех килограмм. Женщина его носила на себе всегда, на своей одежде и никогда не снимала, по крайней мере, когда бодрствовала. Почему? Потому что при брак-разводных процессах, когда мужчина татарин, глава семьи говорил слово талак, а талак в переводе с татарского переводится как уходи, она должна была забрать с собой только то, что было на ней одето в данный момент. То есть, делаем вывод, это хасите могло прокормить татарскую женщину на протяжении нескольких лет. Мы еще вернемся в музей к Павлу, а пока просто осмотримся около Туган-Авылым. Прямо напротив комплекса театр кукол Экият. Один из самых богатых кукольных театров страны. А чуть дальше по улице можно увидеть старинные трамваи. В Казани была создана одна из первых наших трамвайных систем, и несколько вагонов стоят около метро Суконная Слобода. Отсюда стоит вернуться к озеру Кабан и посмотреть, как его сделали. Сегодня мы с вами посмотрим то, как можно из любого в городе находящегося небольшого озера, либо большого озера в нашей ситуации, сделать, пожалуй, классное, лучшее решение в благоустройстве. Вот здесь пешеходная улица. Это начало Татарской Слободы. Здесь набережная с каскадами растений, а тут театр. Около него живут утки. Рядом прокат катамаранов. Набережная сделана в виде ленты. Это проект, который победил в конкурсе архитекторов. Победила концепция китайского бюро Турэнскейп. Эластичная лента. Основная задача этой концепции в очищении, в экологичности воды, в очистке и укреплении берегов естественными путями, не бетонируя, а высаживая огромное количество растений. Это максимально открытое, чистое пространство для реализации проектов. Собственно, это было то, что нужно озеру Кабан. Здесь была очень грязная вода, много источных вод. Обратите внимание, вода здесь очень близко, а ограждение не мешает на нее смотреть. Тут будет плавучая сцена и кинотеатр рядом. Дальше самый большой фонтан города. Еще дальше детская площадка для игры с водой. Потом идут каскады растений. Это заросли, через которые протекает вода, а флоры ее очищают. Еще дальше очень много деревьев и кустов. В новом городском планировании не ставят заборы, а звук дороги перекрывают растениями. До того, как здесь началась программа благоустройства, вся эта территория не считалась перспективной для города. Она была такой промышленной, производственной, поскольку здесь ничего нет, кроме промышленных производств бывших фабрик, нынешних фабрик действующих. Этот пандус над водой такой неровный, потому что подходит для езды на инвалидных колясках. Но это сделано не отдельной частью, а почти незаметным изгибом. Вообще у нас после того, как началось благоустройство, вернулось сюда большое количество птиц, о которых мы, например, долгое время не знали. А потом, когда мы сели разбираться с биологами, оказалось, что они здесь жили, просто долгое время их не было видно. Например, к нам вернулась такая птичка, как чомга. Она похожа на утку. Она живет здесь, сейчас она уже даже выводит потомство на кабане. Теперь нам обязательно нужно зайти в татарскую слободу. Начнем с театра. Разумеется, театр-то татарский, поэтому все спектакли на татарском языке. Если еще каких-то лет 15, наверное, назад, а то и 20, город над театром откровенно посмеивался, поговаривая, что здесь из-за плохой техники и перевода, зрители над каждой шуткой смеются три раза. Первый раз татары, второй раз русские, когда им, наконец, все переведут, а третий раз татары над русскими, и, мол, до тех медленно доходят, то теперь, благодаря ремонту и новой технике, зал смеется одновременно. В Казани в начале 20 века жил такой поэт, которого звали Габдула Тукай. И для местной культуры, не только для литературы, этот человек очень-очень важный. Во-первых, на мой личный взгляд, Габдула Тукай уже при жизни в старой татарской слободе был некой суперзвездой. А во-вторых, помимо того, что мы изучаем в школах, помимо его действительно красивых, глубоких стихотворений, Тукай также писал довольно саркастичные, ироничные поэмы и стихотворения, которые я также очень советую всем почитать. К примеру, мое самое любимое – это поэма о семном базаре. Там много отсылок к реальным людям, которые жили в тот период. И насчет сарказма высмеивал он, например, именно те вещи, которые ему казались недостаточно неправильными, может быть. В общем, можно сказать, что Габдула Тукай был не только гениальным поэтом, но еще и лютым троллем. Но запомнили его больше по добрым сказкам. В Казани появился памятник нашей самой-самой любимой сказки, которую знают все дети. И русские, и татарские, абсолютно все жители города. Шурале, как видите, был лесным жителем, лесным чертом, у которого были такие длинные, тонкие пальцы, что всех, кто приходил к нему в лес, он щекотал до смерти. Но в соседней деревне, ауле, жил дровосек. Был тырь его звали. Вон он рядышком сидит в своей тюбетейке. Он не испугался, взял свой топорик наперевес и пошел в лес дрова заготавливать. Тут-то на Шурале наткнулся. И говорит ему, давай, мол, Шурале с тобой силой мерится. Нашел бревно, прорубил там расщелину, вставил клин и давай Шурале активно зазывать это бревно, перетащить. Шурале на это дело повелся, купился, за бревно поудобнее схватился, а был тыр только этого и ждал. Вынул клин, и вот так длинные, тонкие пальцы Шурале в бревне и застряли. И вот так, согласно нашей доброй, человеколюбивой сказке, Шурале до сих пор с бревном на пальцы и ходит. Зато до смерти щекотать уже, точнее, никого не может. Был тыр в переводе с татарского языка означает прошлый год. И когда Шурале понял, что его провели, он начал кричать, ругаться, перебудил весь лес. Лесные жители собрались и спрашивают, ты чего кричишь, кто тебя обидел? А Шурале кричал, был тыр, был тыр меня обидел. То есть, как будто бы прошлый год. Вот ему жители и сказали, вот и оставь все свои обиды в прошлом году. Татарские сказки добрые. Вот если бы это была шведская сказка, зло было бы обязательно зверски убито. Но нам пора все же войти в Слободу. Старая татарская Слобода образовалась после 1552 года, то есть после присоединения Казанского ханства к московскому государству. Тогда же лояльные к новой власти татары были переселены за озеро Кабан и за протоку Булак, где они начали строить уже маленькую самостоятельную относительно Слободу. Вообще, татарская Слобода жила по своим немножечко внутренним особым законам. И законы в первую очередь были в том числе мусульманскими, потому что это была мусульманская Слобода. И, помимо прочего, аналог высшего образования татары после мадресе татарского также получали на Востоке. То есть они уезжали учиться в Бухару, в Самарканд, в Каиры и так далее. И потому огромное количество именно знакомств у них было с Восточным миром. Знакомств, дружб, впоследствии торговых отношений и иногда даже каких-то дружественных родственных. Насчет архитектуры современной старой татарской Слободы. Она может быть очень разная, она может кому-то показаться сильно отличающейся от татарской. Допустим, так ее описывали путешественники, которые были в Казани задолго до революции, за 50-100 лет и так далее. Тут есть такой момент, что татары уже к XIX веку, к началу XX века строили дома свои чаще всего по проекту русских архитекторов. А русские архитекторы предлагали модные веяния. То есть это могло быть барокко, это могла быть классика или какой-то общегородской, например, план. Но при этом каждый раз этот общий план и российское, и мировое видение дополнялись местным колоритом. В Слободе много разных экскурсий. Лучше всего идти с этнографом или историком. У нас тут у приключениях есть несколько проверенных вариантов. Более простой вариант – заглянуть сюда во время одной из обзорных экскурсий по городу. И тут надо рассказать, что в Казани есть экскурсии с очками виртуальной реальности. Мы придумали экскурсию с очками виртуальной реальности. С одной стороны, мы идем пешком по знаковым местам Казани, идем с экскурсоводом, слышим историю этого места. Но самое интересное – на определенных точках мы надеваем очки. И Казань перед нами встает такой, какой она была – 100 лет назад, 50 лет назад, 30 лет тому назад. Как будто бы мы перенеслись во времени и на секундочку заглянули. А какие вывески были на домах? А как жили люди? А здесь ходил трамвай, а сейчас пешеходная улица. В том числе, например, в Старо-Татарской Слободе можно оказаться на Сеном Базаре и увидеть угол нечестивых, который был в свое время знаковым местом. С одной стороны, изначально это было самое бойкое торговое место, торговые лавки, люди со всего мира, товары со всего света. С другой стороны, мечеть в целом в квартале отсюда. И вот купцы, хотя намаз нужно читать 5 раз в день, всячески отговаривались. Что будет, если я здесь сейчас закрою свою лавку, дойду до мечети, совершу умовение, прочитаю намаз, потом дойду обратно? Сколько времени пройдет? А если мой коллега при этом лавку свою не закроет, то кому придет покупатель? И сколько же я на этом потеряю? Нет, пожалуй, не пойду я читать. Намаз в этот день. Так думали каждый день все владельцы торговых лавок. И от этого душа болела у богатого татарского купца Юнусова, который заботился в том числе и о благочестии своих коллег. И распорядился он на самом бойком торговом месте Сенова базара расположить мечеть, чтобы уже ни один купец не мог отговориться, что, дескать, далеко не идти в мечеть читать намаз. Сейчас Слобода — это несколько улиц с татарскими магазинами, мечети и жилая застройка. Вам могут быть интересны музеи и сувениры прямо недалеко от набережной. К музею Чак-Чака мы еще вернемся, когда поговорим про кухню. Еще тысячу лет назад наши предки, волжские булгары, носили кожаную обувь, великолепные сапожки под названием ичиги. Если русичей называли лапотниками, потому что все в лаптях ходили, наши предки, мужчины и женщины, носили на своих ножках кожаную обувь. В данном случае эти сапожки называются ячиги или сердечко. Эти балеточки называются чувяки. Техника называлась изготовление кожаная мозаика. То есть такие мелкие кожаные пазлы между собой сшивались, создавая, скажем так, форму этой обуви. Ну, или можете обзавестись собственным куябриком. Просто ради того, чтобы объяснять гостям, что это его правильное название. Есть у нас такой интересный нож, называется он татарский куябрик. Куй по-татарски это баран, нож для разделки барана, получился куябрик. Но чтобы понять, как вообще появилась татарская слобода, нужно будет поехать за город, на город-остров Свияжск. Именно отсюда войско Ивана Грозного атаковало Золотоордынскую Казань. Крепость была основана по приказу Ивана Грозного в 1551 году. До этого он предпринял несколько неудачных походов на Казань и понял, что без своего форпоста, без своей военной базы здесь, на ханских землях, ему не обойтись. То есть это как деревянный конструктор. Сделали вугличи, а потом внезапно развернули прямо под носом у предполагаемого противника. Так что пока враг изучает карты, мы меняем ландшафт, причем вручную. Собрали всего лишь за 4 недели. Самое главное, не пропустите местный трактир, развлекательную площадку «Ленивый торжок» и музей дерева. Тут был трехметровый слой влажной почвы, и это отлично законсервировало кожу, мех, лыка, шерсть, дерево и кости. А музей – это прямо археологический разрез, то есть можно прогуляться внутри слоев и посмотреть, что и где находили. И еще он замаскирован под холм, потому что остров – объект ЮНЕСКО, а на объектах ЮНЕСКО можно строить только холмы. Прямо здесь находились ангары археологов, где найденные предметы сначала промывали, затем просушивали, а затем уже отправляли в Казань на Тасму, в химгородок для дальнейшей химической обработки. Самый нижний строительный период – это XVI век. На подиуме представлены артефакты XVII века, а вот в воздухе на тросах находится XVIII век. Все предметы зафиксировали, законсервировали после химической обработки, вернули на те места, где их и обнаружили. Дома практически находятся друг на другом. Это говорит о том, что ученые выявили, границы одной усадьбы не менялись на протяжении нескольких веков, а домики в пределах границ бегали. Случился пожар, пожарищи присыпали глиной, домик поставили, допустим, в другом месте, на месте пожарищей впоследствии возникает какая-то хозяйственная постройка. Давайте посмотрим находки. Здесь же представлен пояс, гашник. Отсюда и поговорка имеет заначку в загашнике, то есть за поясом. А вот размер обуви и у него, и у нее маленькая ножка. Это говорит о том, что люди были низкорослыми. И лошади, и коровы были низкорослыми. Средний рост человека в середине XVI века составлял метр пятьдесят сантиметров. Подкладные яйца. Такие вот яйца использовались для обозначения курочки гнезда. Моя мама, проживая в сельской местности, использует теннисные шарики. Они, в общем-то, такие птицы, которые могут нестись, где попалось, и не обозначить им гнездо. Недалеко от музея дерева будет пожарная каланча с обзорной площадкой. А напротив этой каланчи ленивый торжок. Ленивый торжок, это раньше был же торг, в основном проходил внизу, где речной порт. И наверх было просто лень подниматься. А здесь в основном работали все мастера, которые жили наверху на острове. Им просто было и лень спускаться, и торговля была ленивая. Больно, слишком много не заходился на народ. На торжке много мастеров. На ленивом торжке уже шестой год. Нету соломенной колокольчики, таких нету нигде. Вот только мы можем предложить. Он интересен тем, что не стоит на месте. Он вращается в зоне воздушных потоков. Его под люстру повесить, и под действием тепла от лампы он вращается в одну сторону, потом в другую. Ну какой торжок без тира, правда? Здесь можно попробовать себя как лучника, можно попробовать себя как арбалетчика, испытать как раз себя на меткость, и почувствовать, как это приходилось непросто людям в средние века. У русских считалось абсолютной нормой. В то время, когда ты выпустил первую стрелу, за время, пока летит первая стрела, ты должен выпустить еще пять, то есть чтобы в полете находилось сразу же шесть стрел. Итак, давайте соберем все вместе. В X веке тут была Булгария, а Казань была торговым городом на слиянии Волги и Камы. Казань строят как военную крепость для защиты границ своего государства. В 1236 году все эти земли были захвачены монголами под предводительством Бату-хана, внука небезызвестного Чингиз-хана. И вот так с этого момента все эти земли входят в состав небезызвестной Золотой Орды. И мы начинаем жить вместе с монголами. Но спустя 200 лет, когда монгольская империя распадается и Золотая Орда начинает разрушаться, от нее стали отделяться новые государственные образования. Ханство. Астраханское, Сибирское, Крымское, Касимовское. А у нас здесь, со столицей в городе Казань, отделяется ханство Казанское, где и формируемся мы, современные казанские татары. Это исторический рубеж в жизни Казани, когда небезызвестный русский царь Иоанн IV, тогда еще не Грозный, более молоденький он был для Грозного, но уже амбициозный, собирает огромное войско, приводит его сюда и с нескольких попыток штурмом присоединяет город к своим владениям. И в какой-то момент Иоанн Грозный решил дойти до кульминации в политике христианизации и просто запретил татарам жить в Казани. Он просто выгнал местное население из города и выделил им низменный болотистый берег легендарного озера Кабан. И вот так у нас и появляется территория, получившая название Татарская Слобода, где татары начали свою жизнь заново. Так продолжалось почти 200 лет, пока не наступает 1767 год, когда российская императрица Екатерина II приезжает в Казань, и если для русских она стала Екатериной Великой, то татары ее запомнили как Эби-Патша, бабушка императрица. Екатерина становится тем человеком, который прекращает вот этот процесс христианизации и разрешает не только татарам, а всем местным народам исповедовать любую религию. Она им так сказала, молитесь вы хам, кому хотите, главное налоги платить не забывайте. На обратном пути из Свияжска стоит заехать в Иннополис. В 2012 году здесь не было вообще ничего, здесь было пустое поле. Если говорить про Иннополис, конечно, он был построен с посылом на то, что это будущее IT-столицы России, где 60% жителей – это люди, задействованные в сфере IT-технологий. У нас есть жилье, у нас есть детские сады, у нас есть школа, у нас есть медицинский центр. У нас есть IT-университет, где ребятам преподают исключительно IT-специальности, а также у нас есть особая экономическая зона, где исключительно представлены IT-компании. Это Яндекс, Касперский, Сбербанк Технологии, Тинькофф, Акронис, Барсгрупп, МТС и так далее. Я живу в классическом, самом арендованном жилье для сотрудников. Плачу за него 9 тысяч рублей в месяц, соответственно, у меня 45 квадратных метров с балконом. Ну и еще у меня есть подземная парковка. Есть два вида жилья. Это арендное жилье и то жилье, которое можно купить в собственность. Арендное жилье, оно предназначено только для сотрудников города. Я здесь вышла замуж. В университете города Иннополис у нас ребятам преподаются исключительно IT-специальности. Более того, все образование в университете города Иннополис идет на английском языке. В городе у нас нет ни церкви, ни мечетей, но если люди хотят, у нас есть буквально в двух минутах езды. В деревне Введенская Слобода там есть и церковь, и мечеть. Туда у нас ездит бесплатный автобус. По городу ездят роботы. Например, беспилотное такси. Оно здесь курсирует практически каждый день с 7.30 утра до 23.00 вечера. Также с удовольствием вызываю Яндекс.Ровер. Это у нас есть тут такой робот-доставщик, который привозит еду. Кстати, очень прикольно наблюдать за ним. Я вижу, что зимой у него необычные колесики, а им ставят такие гусеницы, чтобы они проще ехали по снегу. Ну и также наши дети его обожают. Они за ним бегут и наблюдают, кому ничто везут. Бывает такое, что ровер на секунды-две остановился, хочет преодолеть какую-то сложность, и наши жители очень часто начинают ему помогать. И также нашему роверу помогает и дрон, который следит за уборкой снега, за поливом и так далее. Ну, в общем, выполняют очень много разных заданий от мэрии. На обратном пути из Заннополиса в Казань можно увидеть храм всех религий. Это здание, где много залов, и каждый посвящен какой-то религии. С 23 лет занимался иконописью. Да, с 73 лет я писал иконы. Мне очень счастливы. У меня первые иконы от Сташи были на Камчатке, в Казани, в Ишкарле, Тире, Калуге, в Калавках, на Ленмаре. Я посмотрел всю Россию. И мне хочется всего-то все это доделать. Сейчас я бьюсь над большим куполом. Хочу сделать такой бирюзовый купол, где будут народы орнаментов России, и самое главное, там будут 99 имен Аллаха. Ну, я над этим бьюсь каждый день с 5-6 утра и до вечера. И пока все получается как надо, хотя у меня нет никакого финансирования. Храм несколько постмодернистский. Например, в мусульманском зале мы видим иконы. Точнее, как бы они были написаны, если бы были разрешены в исламе. Это у нас над головой мандала. По цвету, по колориту этому залу равных нет. Ты когда-то в глубоких медитациях как-то увидел, как труба такая, и вы знаете, вот как кругом Христос. Я думал-думал, как это сделать? И пришла как-то идея о том, что сделать зеркальный потолок, зеркальный пол и кругом икона, которая наполняет весь мир. И, естественно, я как мог это сделал. А теперь мы возвращаемся в Казань ужинать. И это значит, что пора переходить к большому рассказу про татарскую кухню. Про татарскую кухню есть замечательный анекдот, который выглядит как разговор двух друзей. Слушай, а что у тебя есть из татарской кухни? Какие есть известные блюда? Ну, это, конечно же, эшпичмак. И что это такое эшпичмак? Это пирожок из теста треугольный, внутри картошка и говядина. Ну, хорошо. А есть что-нибудь без картошки? Да, конечно, есть перемяч. А это что такое? Пирожок, обжаренный во фритюре, внутри говядина. Ну, ладно, а без мяса-то что-нибудь есть? Да, конечно, костыбы. А это что такое? Лепешка из теста, внутри картофельное пюре. Ну, подожди, но без теста-то что-нибудь имеется? Да, конечно, азу. А это что такое? Картошка и говядина. Вот вам три главных ингредиента татарской кухни. Но, конечно, только ими она не исчерпывается. Есть такой миф, что татарская кухня, она тяжелая такая, да, и это картошка, мясо и все, и тесто. На самом деле это не так. У американцев есть хот-доги, у англичан рыба с картошкой в кульке, у народов Востока и теперь уже Европы. Разные шаурма и доноры и так далее. Татарская кухня совершенно не приспособлена для фастфуда, потому что кушается с хорошей подготовкой и очень основательно. Точнее, так было до некоторого момента. Костыбы от татарского – это кусты. Кусты – значит прижал. Также его называют кузик-мяк. Ик-мяк – это хлеб, куз – это глаза. Когда жаришь лепешку, в нем появляются глазки. Взяли за основу как раз кустыбы, но заменили начинки. Мясные, вегетарианские, сладкие, какие угодно. И получились кустыбургеры. И теперь в Казани есть несколько сетей татарского фастфуда. Все в очень популярном, современном формате, но при этом на основе национальной кухни и халяль. То есть разрешено татарам-мусульманам. Сейчас хлеб с глазами можно купить практически где угодно в Казани. Но превращать большие блюда в маленькие порционные придумали как раз в тюбетеи. Мы в 2015 году, когда открылись, мы все большие пироги. Вот, например, ты знаешь, Балеш, например, это большой пирог, там, 3 килограмма. Или, например, губадзя – это большой пирог. Или сметанник, да. Мы, татары, издревле привыкли это на больших застольях употреблять, там, друг с другом делиться и так далее. Мы взяли и это все уменьшили. Люди раньше там пили кофе и маффин, например, да, вот молодежь ходит, там, студент. А теперь они начали пить, например, лата и губадзю. А это Ичпочмакфрии – нанотехнологии в действии. В 2016 году я полетел в Денвер, в Колорадо. И мне там послевелось поработать в ресторане суши-буррита. А что такое суши-буррита? Это интеграция японской кухни и интеграция мексиканской кухни. И здесь была эврика. То есть я понял, что также в нашей кухне татарской у нас можно найти блюда, которые могут в себя совместить мир татарский и другие культуры. В головах людей не воспринималось, что там, ну, можно было где-то там купить, забежать в каком-нибудь пакетике таком целлофановом, не очень, который приглядный, там, в пластиковом стаканчике, да, такой советский подход. Можно было где-то забежать, купить какой-нибудь пирамич, но это была не современная культура. Кстати, пластиковый стаканчик и пакетик все же не стоит недооценивать. Вот это заведение, где все, как в старые добрые времена, и куда приходят с кульками взять сразу пачку жирных горячих беляшей перед приходом гостей. В нашем скромном рейтинге «Самое вкусное в России за 40 рублей» – это первое место. Еще из фастфуда есть замечательное заведение «Татмак» с пиццей в кульке. Но давайте перейдем к более классической высокой кухне. Отправляемся в бывший мясной магазин, а теперь один из самых шикарных ресторанов города – Итле. Это был мясной магазин, а также с возможностью, где можно было выбрать любого кусочек мяса, и тебе могли его приготовить. Всех гостей больше тянуло попробовать им наши жаренькие готовые стейки, мясо, блюда и так далее. Атмосфера располагает таким семейным посиделкам, встречам, то есть все в дружеской такой атмосфере. Мы используем только исключительно фермерское татарстанское мясо. Это молодые бычки, 2-2,5 года. У нас есть самые популярные стейки, как и во всем мире используют. Это рибай, филе миньон. Также пользуются очень особой популярностью наши фирменные стейки из конины. Татарстанцы вообще очень любят именно конину. А если вы хотите попробовать плов или щербет, можно заглянуть в Рубаи, где тоже очень вкусно и красиво. Еще щербет есть в разных магазинах на Баумана. И, конечно, вам обязательно предложат попробовать чак-чак, купить чак-чак и увезти с собой чак-чак. Собственно, в центре есть даже чак-чак-чак и еще музей чак-чака. Серьезно. Раньше чак-чак традиционно готовили на большие праздники, такие как ураза-байрам, курбам-байрам, носа-бантуй. И на его приготовление уходило от 3 до 7 дней. Ну, несмотря на то, что его готовили так долго, рецепт его приготовления очень прост. И включает всего лишь 5 ингредиентов, которые находятся здесь вот на столе. Сироп делается из меда и сахара в пропорции 1 к 1. Нельзя долго кипятить сироп. Это главная ошибка всех начинающих хозяек, потому что как только он начинает булькать, появляются первые пузырьки и белая пеночка сверху, сироп можно выключать, потому что если вы будете его долго кипятить, он начнет кристаллизоваться, и у вас получится вместо сиропа карамель. И чак-чак получится дубовый и каменный. Когда вы будете покупать чак-чак, обратите внимание на его цвет. Он должен быть приятно желтого цвета, натурального. Он должен быть достаточно мягкий на ощупь и при этом не должен разваливаться на составной части, потому что нет ничего хуже, чем развалившийся чак-чак. Особенно это относится к свадебному чак-чаку. Это была очень плохая примета. Если на свадьбе, когда вы носили чак-чак, как он разваливался, это была однозначно испорченная свадьба, потому что все начинали шушукаться и говорить, ах, молодые тоже долго не проживут. И, конечно, хорошо бы понюхать чак-чак, он должен пахнуть медом. На Баумане еще сохранилась кафе «Сказка», где подают мороженое в правильной советской железной посуде. Хотя вы его и так не пропустите. И, конечно, везде в Казани вам будут наливать чай. Я думаю, что в Казани очень любят чай, потому что чай ассоциируется с татарами, с гостеприимством. А вот в Свияжске чай уже совсем другой. В свободное время зимой, когда мало туристов, мы прилетем корзинки и вот все лето их продаем. И так-то получилось, что воля Господа, что у нас появился один самовар, потом второй самовар, теперь у нас их 9 самоваров и большая печка. Печка весит тонну. Это наши любимые самовары. У каждого самовара свой характер. Все по-разному наливаются, все по-разному топятся. С ними надо всегда разговаривать. У меня вот Вася, Вася, Вася люблю с ним разговаривать. Когда он не топится у меня. Самый горячий самовар – это труба. Ее ни в коем случае трогать нельзя. Сюда мы закидываем шишки, дровишки. Начинаем раздувать нашим любимым сапогом. Вообще, самый вкусный чай, самый ароматный, как говорят, не напьешься этого чая, это чай из самовара. Он все равно пропитывается дровами, шишками. И совсем другой вкус и аромат. Вообще, на свежем воздухе, на вольном огне все совсем по-другому. А вот этому самовару 123 года. У него 14 медалей, по медали Монцарский. Мы его очень любим. Если мы все одновременно затапливаем, вот этот самовар быстрее всех топится и дольше всех держит тепло. Несмотря на то, что он самый старенький. И еще мы готовим взбитень. Это безалкогольный медовый напиток на основе яблочного компота со специями, с имбирем и с апельсинчиком. А это у нас глинтвейн. На черноплодной рябинке. Очень горячий, согревающий напиток. Это наши любимые оладушки. Мы печем их на вольном огне по бабушкам рецептам. Без яиц, без кефира, без молока. Подаем мы их с яблочным повидлом, с местным, с нашими местными яблочками. Конечно, поехать на Волгу и не попробовать рыбу – это преступление. Рыба наша вся местная. Вся с реки Свияга. Сачуки есть кое-какие экземпляры. Чихонь, цапа, сорожка, судаки холодного копчения. Икра есть в натуральной оболочке. Жерех есть холодного копчения. Лещи холодного копчения. Делаем все сами, с душой. Все для туристов. Туристам очень нравится. То есть повторно приезжают, заранее звонят, какую рыбу приготовить. Мы стараемся. Стерлядки нет. Стерлядку пытались запустить, но, видно, поели. Рыба вся хищная. Стерлядка мелкая была. Видно, съели все. Татарская кухня очень разная. И то, что вы сейчас видите, это лучшая и самая практичная из тысяч рецептов. На Баумана есть памятная табличка Юнусу Ахмедзянову, который выменивал по татарским деревням рецепты. Уговорил рассказать, раскрыть тайну секретного блюда Талкашкалевая пирамида из тонких сахарных нитей. И каждую пятницу вечером садился в фирменный поезд Татарстан, Казань-Москва, с чемоданом, полным эчпешмаками, с простой целью доказать в столице, что в Казани необходимо открыть ресторан, который будет знакомить всех с национальной татарской кухней. Записал все рецепты. Добился открытия ресторана в советское время, именно с национальными блюдами. Из рецептов вышла бессмертная книга «Секреты татарской кулинарии». Она выдержала больше десяти переизданий и до сих пор является одним из самых, наверное, практичных сувениров из Казани. Но просто знайте, что кроме этих уже почти официальных рецептов есть много семей, где готовят совершенно по-другому, как учила бабушка, которой научила ее бабушка. В каждой деревне одни и те же блюда будут совсем другие на вкус. То есть один и тот же беляш в одном районе, например, всегда готовят с уткой, с утиным мясом, и это считается классическим и правильным вариантом, а в другом районе готовят из говядины, и это считается у них правильным вариантом. Теперь еще немного прогуляемся по городу. Начнем с необычного свадебного подарка, который строился три года. Раньше там была библиотека. Наследник огромной промышленной империи Алексей Ушков решил подарить своей невесте, дочке профессора Казанского университета, который здесь буквально в окошечко виден на самом деле, решил подарить ей дом, который покажет всю его любовь. А его любовь это же ни много ни мало, это весь мир. И архитектор Карл Мювке предложил сделать так, чтобы каждая комната и зала была в своем собственном стиле. Восток, готика, барокко, французские витражи, венецианские зеркала. Но самая главная изюминка этого дома – это комната грот, комната пещеры, в которой сейчас и находимся. Здесь был зимний сад. Располагались растения, собственно, и сейчас они здесь находятся по центру, в зале находился фонтан. Стены, чтобы они были максимально похожи на пещеру, они обделаны ракушечником. И внутри ракушечника были вложены маленькие осколки зеркал, специально для того, чтобы в солнечный день блики от фонтана, солнечные лучи, они отражались в зеркалах и получалась радуга. Здесь на протяжении ста с лишним лет располагалась Национальная библиотека Республики Татарстан. Дело в том, что книгам, книги как раз эти интерьеры и спасли. Книгам требуются особые условия хранения, такие же самые, которые требуются для уникальных интерьеров. А теперь пройдем еще немного и дойдем до современной библиотеки. У нас есть два пространства в библиотеке. Современная библиотека и классическая. Современная библиотека более свободное пространство, куда можно приходить даже без читательского билета и проводить здесь время. И классическая библиотека туда всегда была и есть. Можно попасть по читательскому билету. Оттуда не выдаются книги домой. Там нельзя шуметь. Мы там храним тишину. Наше здание было построено в 1987 году как мемориал Ленина. Мемориал строили вообще всем городом. Приходили к нам в обновленные уже здания на экскурсию бабушки и дедушки, которые рассказывали, как они активно принимали участие в строительстве. Позади меня находится буквенная кинетическая инсталляция. Она состоит из 287 букв. Это 5 алфавитов, которые татары использовали для письма. Самые древние – это руны и уйгурская письменность. Далее – арабская графика, которая появилась с приходом ислама и использовалась до начала XX века. И в начале XX века два раза происходила смена письменности. Сначала перешли на латинский алфавит и далее на кириллический, который татары используют для письма и по сей день. Мы книги никогда не списываем, даже если она очень ветхая, если она в одном экземпляре, мы будем продолжать ее сохранять. Если это возможно технически сейчас прямо сделать, мы проводим реставрацию. Если же нет, делается консервация, и книга все равно хранится. Ждет того момента, когда можно будет произвести реставрацию. В библиотеке можно посидеть с книгами, послушать пластинки или заглянуть наверх на смотровую площадку. Внутри еще есть музей, где лежит несколько довольно интересных вещей. Ну и само здание очень интересное. У нас есть система обеспыливания, так называемая система труб, в которых постоянная тяга, и к ним можно подсоединять пылесосы 15-метровой длины и проводить обеспыливание как фонда, так и вообще территории библиотеки. Освещение. У нас помимо электрического освещения есть еще и лампы дневного света, так называемые световоды. Это трубы, которые проводят дневной свет к нам внутрь помещения. На крыше располагаются световые колодцы, через которые как раз свет и попадает в трубы, и далее по системе преломления направляется уже внутрь к нам в помещение. Теперь ненадолго заглянем в музей республики. С Павлом оттуда вы уже знакомы. Если в библиотеке вы видели, как менялись письменность и как татарский алфавит переходил на кириллицу, то в музее можно увидеть, как менялась жизнь города в разных странах. От Булгар и Орды до Советского Союза и России. Начиналось все с рыболовного края. И здесь перед нами один из самых интересных экспонатов музея – это лодка под названием «Долбленка». Почему она так называется? Потому что она была выдолблена из цельной породы дерева вручную мастерами того времени. И после этого дерево обжигалось и уже спускалось на воду. Она по своему внешнему образу напоминает каноэ. Каноэ выдерживает двух людей максимум. И эта же лодка могла выдержать целых четырех людей, которые ловили рыбу с помощью нее. Реки были дорогами древности. И на пересечении двух важных дорог, конечно, была большая торговля. Период Золотой Орды, период Улуса-Джучи. Сюда приезжали все торговцы, все купцы из запада и из востока. В витринах мы можем увидеть, чем они обменивались. Это традиционно, конечно, были монеты, так как появляется профессия, чеканщик. Конечно же, обменивались и предметами оружейного искусства. То есть здесь можно увидеть мечи. Меч Скормосакс очень ценный, ханский меч. Также можно наблюдать здесь различные поделки из глины. Ну и самый интересный эпизод, наверное, традиционно взаимобмен происходил с помощью пушнины, шкур животных. Здесь можно увидеть в данной экспозиции шкуру лисы, шкуру белочки. А самыми дорогими шкурами животных являлись горностай и соболь. Товарищи, перед вами находится подлинный экспонат времен Великой Отечественной войны, 1941-1945 годов. Самолет называется По-2. Это так называемый Биплан. Двухместный самолет для двух пилотов. Чем этот самолет примечателен? Он еще в простонародье называется Кукурузник. То есть он был очень легкий. В войну он был ночным бомбардировщиком. Очень дешевый, легко ремонтировался, легко управлялся и летел тихо. В общем, бомбометание с него часто было неожиданностью. Плюс, даже если в него много раз попасть, он все равно улетал. А еще По-2 единственный Биплан, который выиграл воздушный бой против реактивного самолета. В 50-х годах и в 94 выравнивал скорость, чтобы выстрелить по этому самолету сзади. Но так замедлился, что в итоге упал. Кстати, гуляя по городу, вы увидите еще много самолетов. Давайте остановимся у самого главного. Казань является еще и городом авиастроителей. В Казани имеется три крупных завода. Это вертолет строительный, авиационный и моторостроительный. Но еще и 5-6 небольших заводов, которые занимаются беспилотной авиацией. Перед нами самолет замечательного конструкторского бюро Туполева Ту-144. Чем характерен этот самолет? Во-первых, крыло. Видно, да, вот по нему не скажешь, что площадь этого крыла 503 квадратных метра. Схема самолета называется «утка». То есть в этом самолете нет горизонтального оперения, которое обычно в нормальной классической схеме присутствует. При достижении сверхзвука возникает волновое сопротивление. Это меняет аэродинамику. Поэтому прямо в полете перекачивается топливо из крыльев в хвостовую часть. Второй момент – это, конечно же, звуковая волна. То есть когда самолет преодолевает вот этот сверхзвуковой барьер, звуковая волна распространяется вниз как по конусу, и на земле ощущаются такие хлопки, как вот от выстрела. И говорят, что были проблемы, там умирали птицы, и у животных происходили какие-то неприятные изменения в поведении. Пассажирские рейсы были Москва-Алмата один раз в неделю. И вот на сверхзвук он переходил как раз-таки, где был степи Казахстана, и где плотность населения гораздо меньше, чем вот в европейской части. Туполев хотел сделать самолет без иллюминаторов, потому что нагрузки были слишком высоки. Но оказалось, что смотреть наружу очень важно. Поэтому придумали небольшие фрезерованные панели. Почему я говорю, что он обогнал свое время? В то время, ну как бы не было у нас богатых и состоятельных людей. В общем-то, был такой средний класс, и билет стоил 83 рубля по тем временам. Это очень большая сумма, если на обычный рейс самолета, обычных авиалиний, аэрофлот, стоил 46 рублей. Внутри самолета 300 километров проводов и новейшие для того времени вычислительные машины. Например, посадка и взлет могли делаться с автопилота, без участия летчика. Очень многое взято из военных самолетов, включая тот же тормозной парашют. Здесь много прорывов совершили, конечно, металлурги. Из-за того, что самолет летит на сверхзвуке, у него очень сильно разогревается кромка крыла, и алюминий начинает течь. То есть при температуре 190 градусов он уже становится более мягким. Поэтому здесь сплав алюминия с титаном. Очень много титановых сплавов. На авиационное производство попасть будет непросто. А вот по КАМАЗу в Набережных Челнах есть экскурсии. Правда, пока водят только по одному цеху. А мы зайдем чуть дальше и посмотрим чуть больше. Мы находимся на автосборочном заводе в республике Татарстан, город Набережный Челны. На данном предприятии производится сборка автомобилей КАМАЗ. Несколько поколений, поколений К3, К4 и более современных автомобилей К5. Кроме нашего завода в цепочку технологическую входит завод двигателей, литейный завод, кузнечный завод. Это все в едином периметре вместе с автомобильным заводом. То, что называется территория автопроизводства. На входе у нас комплектующие изделия из механического производства. Собирается в двигатель единое целое. Далее выходит силовой агрегат. 80% сборочного инструмента на сборочных линиях двигателя у нас это умный гайковет с электронно-программировым контролером момента затяжки. За моей находится участок под сборки двигателя R6 перед его испытанием. Двигатель устанавливается на специальную тележку. Подключаются системы топлива, подачи, охлаждения. Тележка у нас потом перемещается в испытательный бокс. Без этой операции двигатель не допускается на сборочный конвейер. Пройдемся по разным производствам цепочки. Наш завод производит основные узлы для автомобилей КАМАЗ. Такие как рама, каркас кабины, топливные баки. И в детали и узлы платформы массу другой номенклатуры. Основное производство завода это прессовое. С выше 400 единиц прессового оборудования на нашем заводе имеется. Проблема топливного бака в том, что большая масса жидкости при движении автомобиля, она раскачивается при разгоне, при торможении автомобиля. И гидроударом может разрушить элементарную конструкцию. Для того, чтобы этого не происходило, внутри вставляются перегородки, которые этот поток колеблющийся, они очень сильно сглаживают, то есть обеспечивают надежность конструкции. На входе выступает каркас кабины поколения КА4, КА5, ПРЗ и с нового завода каркаса кабин. При выходе финишной собранная кабина уже по ПТК уходит на главный сборочный конвейер. И там происходит как бы состыковка с шасси, то есть свадьба. Свадьба – это вот эта вот стыковка кабины и шасси. На других производствах женитьбы могут называть еще установку двигателя в автомобиль. Сейчас, на сегодняшний день, средний темп конвейера составляет 200 автомобилей в сутки. Еще одно место, куда стоит заглянуть – поселок Кукмор или Кукмара. Здесь делают валенки и металлическую посуду. В 1743 году на территории Кукморского завода были основаны медиплавильные заводы. Заводы просуществовали около 100 лет, но остались мастеровые, которые работали на этом заводе. И вот после этого, уже в последующем, в 1950 году, вышла первая литая алюминиевая сковородка и началось производство вот литой алюминиевой посуды. А вот так делается посуда из нержавейки. Будущая кастрюля вырезается из листа стали, штампуется, шлифуется, потом к ней прикрепляется донышко, а потом уже, как обычно, ручки, крышка и упаковка. Литая посуда делается интереснее. В печь кладется слиток алюминия, расплавляется при 650 градусах, потом расплав наливают в форму, охлаждают сжатым воздухом. Получается сковородка или котел на литниках, как детали для сборных моделей, только большие. Литники откусывают, потом шлифовка, потом токарная обработка и нанесение покрытия. Химический состав алюминиевых чушек мы проверяем вот на этом приборе, он называется спектрометр эмиссионный. Антипригарное покрытие стандартное. Фтеропласт-4, он же тефлон. Есть мнение, что если такое антипригарное покрытие процарапано, то сковородку лучше дальше не использовать. Поэтому тут тестируют покрытие на истирание. Посмотрите, как этот робот моет посуду. Одно его движение, один цикл истирания. Но куда больше кукмара известна своими валенками. Здесь начинается основа валенок. Тут изготавливаются разные женские, мужские, детские ассортименты. Вот этот размер 45-го размера, мужской размер. Валенки – это русская шерстяная обувь для очень холодных регионов, где часто бывает холоднее минус 30 градусов Цельсия. На завод приходит шерсть, моется и вычесывается. Потом из нее лепится вот такой огромный носок. Он утрамбовывается несколько раз, пока не станет маленьким и очень плотным. Потом этот шерстяной концентрат сушится на форме. Если надо, получает подошвы и украшения. Все, валенок готов. Мы уже 154 года делаем валенки. Мы отправляли валеную обувь в Италию, в США, в Америку, также ближние зарубежья, Казахстан, Украина, ну и вся Россия. Посмотрите сами, Италия. Она нам прислала свой фотоотчет. На фотографии стояла женщина. На ногах были наши валенки. И, кстати, там был не снег, а вот она вот стояла на асфальте. Также мы производим специальную обувь для холодных регионов. Для производства валеной обуви используется 100% натуральная овечья шерсть. Шерсть мытая и никаких синтетических добавок. Хотя многие, конечно, нам говорят, чтобы удешевить нашу продукцию, может, вам следует 50 на 50, например, использовать синтетические волокна вместе с натуральной шерстью. Но мы никогда этого не сделаем. Мы верны своему делу. И мы будем использовать всегда только 100% натуральную овечью шерсть. Теперь давайте вернемся в Казань. В оранжерею в ближайшие годы вы точно не попадете. Она признана аварийной, закрыта и ждет ремонта. Пока не будет ремонта, есть шанс, что стекла сверху обрушатся на посетителей. Нашим пальмам около 190 лет. У нас два экземпляра. Есть много сеянцев. Вот, например, вот этот вот молодой сеянец. Коллекция пальм у нас очень солидна, около 15 видов. Есть редкие пальмы. И в основном они субтропические. Потому что оранжерея по своей ветхости прохладная. Тропический отдел у нас небольшой один. Там тоже достаточно, конечно, растений. И мест не очень много. У нас три вида бананов. Велютина, японский и вот этот райский. Наш банан видовой, то есть дикий. И поэтому у него бананчики маленькие. Но в природе они такие и бывают. Маленькие и набитые семенами. Там мякоти почти нет. Она сладковатая. Наши пробовали сладковатая. Съедобная, но нет ее почти. Те бананы, которые мы едим, они стерильные плоды. Банан, который 3-4 года прожив, он уже засыхает тихонечку. Мы его спиливаем, как дерево, потому что он такой тяжелый, мясистый и очень насыщенный. Сока много в нем. Здесь вот у нас зимой бывает 4 градуса. Это маловато, конечно, но выживает почти все, потому что мы не держим здесь такие самые капризные, теплые, любые растения. Вот. И это араукария. Это очень красивое дерево. И называется еще дерево пагда. Ее вершинка уже упирала в стекло, потом она в какую-то зиму так подмерзла. Ну, кошки у нас так, конечно, живут привольно, потому что они лазят на пальмы, например, там мышек ловят нам. От татарской слободы до старого порта шла дорога. Сейчас она идет по дну водохранилища. Но если приехать поздней осенью, можно увидеть и ее, и еще пару интересных мест. Дорога, собственно, вот. А вот эта плита с разными находками. Это такой народный музей, где жители выкладывают то, что нашли рядом с ней. Мы же отправимся на лодке чуть дальше. Мы сейчас находимся на острове Старой водокачки. Так в народе называют Волжский водозабор Казанского порохового завода 1916 года постройки. Изначально он был на берегу Волги, но когда поднялось Кубышевское водохранилище, оказался в зоне затопления. И таким образом и получился остров. Объект был стратегически засекреченный. И поэтому даже, допустим, железнодорожные пути, которые сюда подходили, они не отмечены на советских картах. Есть только на немецкой аэрофотосъемке времен Великой Отечественной войны. И само здание по себе часто, когда люди его видят, они даже думают, что это не промышленный объект, а какой-то замок, какая-то усадьба. Но все дело в том, что водозабор строился до революции. Любое промышленное здание, оно строилось с претензией на архитектуру, чтобы не только выполняло свою функцию, но еще и радовало глаз. По воскресеньям в парке Тинчурино можно увидеть интересную сцену. Как будто люди приносят дары Ленину. На самом деле, просто около его памятника раскладывают всякие старые штуки из СССР. Это большая и очень интересная барахолка. На набережной напротив Кремля есть аквапарк «Ривьера» и отель с таким же названием. Билеты в аквапарк там включены в стоимость номера. Еще много отелей в центре, в двух-трех кварталах от Баумана. В том же районе есть музей-магазин социалистического быта, где можно увидеть много вещей, отдающих ностальгии. Туда, как минимум, интересно заглянуть. На Баумана есть музей самогона. В нем особенно интересная медаль, которую Петр I приказал выдавать пьяницам, чтобы они ее постоянно носили. Медаль весит почти 7 килограмм. И, наконец, если вы приезжаете в начале ноября, то просто знайте, что со всей страны сюда съезжаются ролевики, чтобы устроить турниры, показы костюмов и конференцию. Зиландкон – одно из крупнейших и старейших существующих мероприятий ролевого сообщества. Это большой фестиваль с программой примерно на 200 мероприятий. Концерты, турниры, балы, показы костюмов, семинары, лекции, мастер-классы, ярмарка. В общем, длинный-длинный список дальше можно добавлять. К нам можно приехать, у нас можно посмотреть много интересного, можно купить себе прекрасные сувениры, можно послушать отличных исполнителей, ну и вообще классно провести время. Эта история началась в 91-м году и решили в ноябре сделать встречу в Казани под названием «Эльфийский Новый Год» или «Дни Толкина» в Казани. Вот теперь вы знаете, что можно увидеть в Казани и в Татарстане. А если вы тут уже были, напишите, пожалуйста, в комментариях, что вам понравилось больше всего. Подписывайтесь на наш канал. Мы покажем еще много интересных мест нашей планеты. Если вы придете и увидите такую же, как я, не перепутайте. У меня есть сестра-близняшка, Ольга. Мы работаем сюда в паре вместе. Потому что, когда приходят туристы и смотрят на нее, а вдруг она выходит из печки и тут еще одна такая же, то там просто в основном около печки стоит. Это ее любимое место. Я говорю, с вами все хорошо. Хорошо.